Добраться вот сюда. Что меня там ждет? Я этого коснулся! Какая жесть! Это тот самый клад! Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или Жавия. И как вы поняли из названия этого видеоролика, сегодня мне предстоит сложное дело сделать для своих подписчиков. И нахожусь я сейчас все еще на территории своего отеля, где я остановился во Вьетнаме, чтобы здесь продолжить расследование тайн миллионеров, как вы уже знаете, да? Я прикупил себе кепочку, одел ту самую футболку, которую нашли мы с вами ранее в коробке. И представляете, она, кажется, просто вывернута на другую сторону была. То есть там внутри какой-то рисунок есть. Я ее, наверное, все-таки в течение дня обратно переверну, потому что я нанял гида, я нанял автомобиль, и нам предстоит отправиться вот сюда. Вот сюда, друзья, где отмечено место вот тут вот на карте. Чтобы вы понимали, я нахожусь сейчас вот здесь. Вот тут вот. То есть очень далекая-далекая дорога нам предстоит вот к этой точке назначения. Здесь мне сказал гид, что очень большая гора находится, и на этой горе находится еще такой секретный, такой интересный город, куда стоит заехать. Я не знаю, поеду я в этот город или нет, но тем не менее нам придется преодолеть вот здесь вот эту гору, чтобы добраться вот сюда. И мне сказал гид, что это, блин, просто джунгли. Это просто какие-то джунгли. Как бы, конечно, туда можно пройти, там туда проходят экспедиции и все такое, но это просто джунгли. Здесь ничего нет. Держа вот эту карту в руках, я уже понимаю, насколько далеко я от родного города, насколько далекий путь мне пришлось проделать, чтобы подойти даже не вплотную вот к этой самой точке назначения, чтобы продолжить наше с вами расследование, узнать все эти тайны миллионеров, и иллюминатов или, возможно, даже пришельцев. Еще есть небольшая сложность, друзья. Вы знаете, что обычно я работаю с целой съемочной командой, чтобы производить контент для вас, но в коробке, которую нам удалось распаковать и обнаружить там билеты в Вьетнам, был только один билет, и я смог его переоформить только на свое имя, и никак больше, к сожалению. Поэтому я здесь один, снимаю все сам и отправляю эти видео для вас, чтобы вы знали, что сейчас здесь происходит и вообще были в курсе текущего расследования. Ну ладно, друзья, хватит болтовни. Я уже уверен, вам не терпится посмотреть, как начнется это самое приключение, как я отправлюсь вглубь джунглей, буду исследовать все эти горы ради того, чтобы узнать, есть ли там что-нибудь, сможем ли мы там что-нибудь найти, друзья. Ух, ну что ж, понеслась! Чуть не забыл. Надеюсь, это стоит вашего лайка, и вы поставите это прямо сейчас под этим видеороликом. И давайте хотя бы 25 тысяч лайков соберем, потому что это что-то невообразимое. Поехать в Вьетнам ради расследования для своих подписчиков. Ну, надеюсь, просто этого вашего лайка достойно. Поэтому не забывайте про лайки. А еще расскажу. Мы начинаем! Вот здесь и начинается наше с вами приключение. Я отправился, на самом деле, не зная куда и, главным образом, не зная зачем. Но меня что-то тянуло туда. А наверняка это была любовь к моим подписчикам и желание узнать все тайны этих самых миллионеров. Надеюсь, они вам тоже интересны, точно так же, как и мне. И вы поставите лайк под этим видеороликом и напишите в комментариях свои догадки, что скрывает за собой эта точка назначения на карте. Ну, а кто отгадает, тот, конечно же, получит у меня сердечко в комментариях. Так что не стесняйтесь, пишите. Ну, то есть, вот такие горы, такие расстояния приходится мне преодолевать на каком-то транспорте, где-то что-то арендовать, где-то кому-то заплатить, чтобы добраться до той точки назначения, которая отмечена на карте. Серьезно, вот так вот в гору нужно закручиваться, ехать и даже без идей, что меня там ждет. Ну, конечно, у меня есть некоторые уже догадки. Я пообщался с местами, поузнавал насчет вообще самых приятельных здесь людей. И у меня есть некоторые загадки, что меня может там ждать. Но, однако, путь, который я здесь проделываю, он просто нереальный. Это была сразу же нелегкая дорога, поэтому я взял машину не самую стрёмную. Это была Toyota, ну, и в принципе, не самая старая. Однако, во Вьетнаме все по-другому, как будто бы это целый другой мир. Во Вьетнаме очень мало автомобилей, в принципе. Все предпочитают ездить на мотобайках, потому что какой-то акциз или налог на автомобили здесь просто нереальный. То есть, если бы машина стоила в России где-то миллион рублей, то здесь точно такая же машина стоила бы целых два миллиона. Это связано с тем, что правительство просто не хочет, чтобы на дорогах было много автомобилей. Как я уже не раз говорил, путь очень неблизкий. Далеко-далеко уезжаем от всех городов, от любой цивилизации. В принципе, очень далеко. Это натуральные, блин, джунгли. Но по ходу нашего движения мне с гидом, нашему водилю, встречаются различные деревеньки. Мы останавливаемся, потому что такую дорогу проделать подряд очень сложно. Я бы сказал, невозможно. И вот тут мне, короче, гид рассказал про то, что это кофейное дерево. Вот они, действительно. Вот так вот выглядят кофейные зерна. Вот такой вот ягодки пока. Их там не счистили, не обжарили. И вот так вот здесь, в таких вот деревнях все это прорастает. Все здесь. Смотрите, какие там леса, ребята. И вот нам надо двигаться вот туда, дальше. Вот там вот находится наша цель. И это прям здорово. Да, Вьетнам, кстати говоря, в частности славится своим кофе. Лювак. Он производится немножко нетрадиционным путем. Его не просто собирают, а обжаривают. А в этом процессе еще участвует куница. Ее так и зовут. Лювак. Это животное потребляет кофейные зерна. Они выходят естественным образом. И после этого очищаются и приготавливается вот этот известный и очень дорогой кофе. Правда, звучит не очень аппетитно. Согласитесь. В общем, друзья, рассказываю. Очень долгий путь. Не далекий, а долгий. Потому что постоянно нужно перемещаться по горам. И мне гид сказал, слушай, раз мы проезжаем через эти горы, давай посетим так называемый город Далат. Он мне тут все типа расскажет, докажет, покажет. Ну вот типа культура, все дела. Уже можете лицезреть, да, на моем фоне тут. Что, как другой мир какой-то творится. Он там вообще какой-то Будда, какой-то храм вот такой вот крутой. Блин, сейчас мне расскажут, я вам перескажу это все. Но я сначала-то говорю типа, да не, давай нам надо в джунгли, нам надо в джунгли скорее там искать, пасхалки, все вот эти секреты миллионеров. Но увидел вот это все, думаю, вам это тоже будет сейчас интересно. Сейчас расскажу, покажу, что узнаю. Вот такой вот храм, друзья. Ему 126 лет. И вот эти все колонны, вот эти все драконы, они сделаны типа из битого стекла. То есть люди переносили и делался вот этот вот храм давным-давно. И говорят, что он очень уникальный. Вот, нашел доказательства, ребят, смотрите, вот иероглифы, да, они сделаны из битых тарелок. Посмотрите, это реально разбитая тарелка, которая, ну, и вот так вот разбилась, ее принесли сюда, и вот из этого сделали храм. То есть обычные люди сносили сюда свой фарфор, свое бытие какое-то, да, чтобы из этого возвести вот храм. Блин, ребята, зашел во вторую пагоду, во второй храм, и здесь находится вот этот самый огромный 7-метровый Будда. И представляете, вот это вот то, чем он покрыт, это цветы, живые цветы, ребята. Это, вау, вот реально такая огромная статуя. И еще в этой пагоде есть очень заветное волшебное место, друзья. Вот этот самый колокол, это тот колокол, на который крепится желание. И если в него стукнуть, оно обязательно сбудется. Я тоже, естественно, воспользовался возможностью, правда, не думаю, что мне стоит для себя что-то желать. Я загадал, чтобы все подписчики, кто поставит лайк под этим видео, были счастливы, у них все было хорошо. Так что, ребят, я сейчас обязательно загадаю это желание, а вы поставьте лайк, это желание будет относиться именно к вам. Стоит отметить, что я думал, Вьетнам это сплошные джунгли, никаких развлечений или традиций здесь нет. Однако, все совсем наоборот. Здесь удивительные люди, удивительный мир, здесь очень почитается буддизм, и вы видели, и самые храмы. В общем, выглядит все это фантастически. И я реально не преувеличиваю, когда говорю, что мне кажется, что это абсолютно другой мир. Однако, сейчас меня ждет еще более страшные миры, а именно мир джунглей. Не, ну вот это уже начинается жесть, друзья. Сейчас мы добрались, ну, добираемся до тех самых джунглей, до этого места, но придется преодолеть еще небольшой холм, или спуститься с холма. Я не понял ничего, если честно. Ну, там, короче, слышится водопад. Вам тоже, наверное, слышно, еле меня слышно. Я за это извиняюсь. Потому что там большущий водопад. Сейчас придется, видимо, через него проходить, мимо него проходить. Вон, ребят, смотрите. Это тот самый водопад, который мы с вами слышали. Но, вы удивитесь, я только что сверился с картой. Я вам ее, к сожалению, показать не могу. Я забил координаты себе в телефон. Я вот еще, видимо, на GoPro параллельно для вас видео снимаю. Вот. И одновременно снимаю на телефон, и одновременно не могу вам показывать карту. Так что вы уж извините. Ну, вы мне поверьте, надеюсь, на слово. Просто так бы я не поперся в эти джунгли. Я в шоке, друзья. Дичайшее место. Просто дичайшее. Я даже подумать не мог, что меня это расследование занесет так далеко. Надеюсь, я смогу найти то, зачем я отправился. Иначе столько трудов зазря. Как я и говорил, придется топать прям под водопадом. Прям под водопадом. Я прям под дни часы и иду. Жесть какая. Ой, е-мое, это водопад, друзья. Тут еще какие-то подросли. Нет. Нет, что это? Фух. Я этого коснулся. Фух. Ну, вроде бы водопад преодолели. И это была, как бы, самая сложная, наверное, часть этой экспедиции. Но вот как разло. Начинается дождь. И сейчас придется идти через джунгли прямо в дождь. До пункта высадки, мне так сказал, гид этот называется. В пункте высадки мы оседлаем животное. Вы узнаете позже, какое именно животное. Потому что, когда я услышал, на ком нам придется добираться до конечной точки назначения, которую я отметил на карте, я был, честно говоря, в шоке просто. И сейчас мы их именные оседлаем. Вот. По джунглям. На страусе. Как вам такое? Вот. Мы вроде бы как перебрались до той самой части, где дальше уже страусы не пройдут. Слава богу, мне дали этот дождевик, потому что пошел дождь, и он не заканчивается. Слава богу, гид об этом знал, продумал, хотя мог бы меня тоже предупредить. В принципе, маршрут в точности, как я его планировал. Отрывными точками для меня являются это водопады. Первый водопад. Мы с вами уже видели. Вот сейчас второй. Получается, сейчас остается только пересечь вот эту речку позади меня, и все. Мы попадем на то самое место, где должно быть послание того, которое мы так долго ищем. У-ху! Вы посмотрите на это! Вы посмотрите на это! Какая жесть! Оу! Просто все в воде! Но нужно двигаться дальше, чтобы найти послание иллюмината! Вот. Вроде бы я заполз туда, куда надо. Я только что по телефону сверился с картой, и тут, ну, не знаю, уже, наверное, бумажная версия не к черту. Я сам промок до нитки после этого дождя. Слава богу, что он закончился. И карта моя тоже немного промокла, к сожалению. То есть, судя по всему, сейчас я нахожусь в нужном месте. Остается только очень внимательно искать что-нибудь подозрительное. Хотя, здесь просто повсюду ветки, деревья, джунгли, в общем, одним словом. И что тут может быть интересного или подозрительного, я просто без идей. Здесь что-то вроде склона, очень тяжело передвигаться. Ой, какая-то насыпь, или я не знаю, что это. Ой, дождите, а вот это интересно. Это, блин, ребята, представляете, мы находимся сейчас в дикой пустыне. Что? Это это что-то замурованное. И оно внутри полое, то есть, там внутри что-то есть и там еще звук, как будто бы вода идет. Трубопровод в джунглях. Это не просто так. Возможно, это моя первая зацепка. Кстати говоря, гид дальше водопада с ума не пошел. Он сказал, что в джунглях очень опасно, здесь есть змеи и все прочее. Говорит, я тебя здесь подожду. Очень здорово, если меня сейчас цапнет змея и гид меня будет ждать. Только я не приду. Ладно, я пойду по этому импровизированному водостоку или надстрой, я не знаю, что это, и посмотрю, что я могу здесь найти. Карту, наверное, можно уже убрать. Так, он спускается куда-то вниз. Туда мы и направимся. Я расчистил более-менее путь и он очень глубоко вниз спускается по этим джунглям. Но, тем не менее, нам придется тоже туда спускаться. Все. Здесь он уходит под землю. Дальше его не видно. И что это все значит? Сейчас я нахожусь в полнейшем шоке, в полнейшем замешательстве, потому что я в джунглях, я весь в каких-то москитах, насекомых, меня окружают змеи, муравьи. Ничего хорошего, одним словом, и я не знаю, куда мне идти дальше. Вы не представляете, как я счастлив, блин, ребята. Буквально я спустился еще на 5-6 метров ниже. Смотрите, что тут нашел. Какой-то черный пластиковый мешок. И он привел меня вон туда. Смотрите, здесь есть трубы, здесь есть какие-то водопроводные трубы. И смотрите, что там находится, что там за этими трубами и мешком. Это клад миллионера, друзья. Это тот самый клад. Да, и уже знакомый нам... Какой он тяжелый. Какой он тяжеленный. В этом чемодане изображен уже известный нам символ. Сколько этот чемодан здесь пролежал? Господи, он был спрятан вот за этими пластиковыми пакетами. Я просто в шоке, друзья. Я просто в шоке. Здесь есть кодовый замок. Надо его как-то вскрыть. Я уже было отчаялся. Я думал, все, как дурак залез в глубину джунглей и ничего здесь не найду. Однако, однако я нашел чемодан, который и был кладом миллионера. Надо успеть отсюда урвать поскорее, думаю, пока снова не начался ливень, потому что чемодан очень тяжелый, и вскрыть его здесь будет крайне неудобно, а потом еще утащить все его содержимое. Вот, друзья, смотрите, что я заметил, кроме уже известного нам знака пришельцев на этом самом чемодане. Здесь, конечно же, есть замок с этой стороны, а здесь я не сразу это заметил. Здесь какие-то цифры. С этой части чемодана написаны какие-то цифры. Это похоже на координаты, но очень непривычные и очень неизвестные мне координаты, ребят. Я только что сверился со своей оффлайн-картой, то есть GPS-навигатор на своем мобильном устройстве, и понял, что эти координаты тоже находятся во Вьетнаме. Однако, это похоже на какую-то пустыню, абсолютную пустошь. Это где-то далеко отсюда, опять же, но там вообще ничего нет, никаких гор, просто какая-то пустошь. Это выглядит очень странно и очень необычно. Мы этот чемодан, конечно же, распакуем, но сначала давайте отправимся на эту пустыню и посмотрим, что там есть. Вьетнамская пустыня? Вы серьезно? Давайте так, как только под этим видео набирается 20 тысяч лайков, всего 20, я знаю, вам это несложно, я сразу же отправляюсь во Вьетнамскую пустыню, вот точно по этим координатам смотреть, что же там есть такое. Тело лишь 25 тысяч лайков, и на канале выходит новый видеоролик, где мы вскрываем этот чемодан и смотрим его содержимое, потому что ну не зря же я нашел его в этих джунглях, это было так опасно и так круто, я думаю, этот видеоролик достоин вашего лайка, ну а мы с вами увидимся в следующем видеоролике, поэтому не забывайте про лайк, про подписку и конечно же на колокольчик нажать тоже не забудьте, чтобы не пропустить следующее видео с распаковкой этого самого чемодана, а с вами был я, Вячеслав Исмаилов или Живия, до скорой встречи, пока-пока-пока.